Захватывающие сражения лучших команд мира возвращаются! StarLadderTV совместно с iLeague представляет новый сезон Star Series. Вас ждет более 100 бескомпромиссных баталий сильнейших коллективов СНГ, Европы, Америки, Юго-Восточной Азии и Китая. Только 12 лучшим командам достанутся путевки на лан-финал. Решающие сражения пройдут в столице Беларуси, на площадке спортивного комплекса Минск-Арена, готовым принять, ни много ни мало, 18 тысяч зрителей. Освещать все матчи сезона для вас будут хорошо известные и любимые вам комментаторы. Призовой фон турнира вырос более чем в три раза, до 300 тысяч долларов США. Теперь следить за всеми сражениями сезона Star Series в Dota TV можно бесплатно. Лучшие команды мира на одной сцене, 12 претендентов, 1 трофей. Смотри трансляции и болей за своих! Субтитры создавал Dota TV E-Gaming Bets Counter-Strike и StarCraft World of Tanks и Лига Легенд EGB.com Ты точно знаешь, кто победит! Субтитры создавал Dota TV И в новом прямом эфире, дорогие друзья, смотрим дальше. Винкс сыграет против Invictus Gaming, 1-0 в серии, Винкс и введут. И вот карта по номерам 2 стартовала прямо сейчас. И видим, что Винкс теперь будет играть за Рейдинг, а также за Тайр. Собственно, капитанский слот теперь у нас у IG встал Феррари. До этого был супер. Да, мне понравилось, походу, Феррари. Говорит, что ты вообще пикаешь? Винкс опять! Опять драфтуют неплохо. Shadowfin, Doom, это уже мощь. Да, большой вопрос, как вообще этим два героя досталось в первую стадию драфта. Очень интересно. Забанили там Тускара, Слардара, IG. Ага, тут у нас Антайнка и Винтер Верна. Ну окей, ладно. Night Stalker, Dark Serum, IG. Причем раз пик начался со Сталкера. Просто первым пиком Night Stalker? Да, Night Stalker. Забрали сразу и Сафу думали, ну как так можно давать? Я не понимаю, что-то... Не хватает капитана Кутужевского, мозга команды. Ну в смысле, ну Чувань есть, алло, что значит не хватает капитана? Ну, Чувань, Чувань, не знаю, не хочет брать в свои руки что-то. Он же сейчас что-то не допирает. Всегда нормально драфтал тут. Где Майнгеймер? Майнгеймер. Вот тебе Майнгеймерс, пожалуйста. В первой стадии получаешь Night Stalker от Dark Serum. Это комбо, великая комбо. А Анжелл на Night Stalker, он бегает. Классно? Это да, но такое исполнение, как мы видели в первой карте, мне кажется, это не сработает. Не работает. Отказано. Отказано на байсмен. Продано. Продано. Потрачено. Не, ну может быть вполне потрачено. Если IG сейчас лузера упадут, там может быть потрачено. Не исключено вообще, что может и 2-0 закончится эта карта. Да, 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 согласен. Ваунтихантер, Бэйн, Висп, все это пока улетает у нас небытие. Из жесткого, что у нас там осталось? Из жесткого много чего есть. Есть же тот же Даззл. Есть... Ну, Даззл нельзя, что испекать. А по размоках. Квапа, квапа, опять в драфте. Квапа, квапу можно в думу, в думу, в лейн, что-то в финт-миддл, квапа легкая. Да, собственно. Очень жестко будет, на самом деле. Да, я же что-то упускаю, потому что у Винкс как раз-таки сейчас и будет возможность сразу третьего героя забрать. Ну, есть прям, типа, альтернативные варианты на пик, типа, ВР-очка еще осталась какая-то. Квапу забанили. Саппорта надо брать, каких-нибудь мощных, сочных саппортов. Тут надо саппорта со станчиком брать, чтобы Дарксир себя очень хорошо не чувствовал на этой уф-линии. Если просто туда сталкер с Дарксиром реально придутся. Ну, сталкер какой-то там добежит. Как вообще там делали на мейджоре? Дарксир отправлялся в лес, получал быстрый третий левел, сталкер ставил соло на уф-линии. Они оба получали где-то по третьему левелу. И как раз к ночи, к четвертой минуте приходил Дарксир из этого леса, и все, они два третих. Третих, там, может, тот четвертый левел. И просто пытались убивать эту легкую линию противника. Ну, до сталкер бежит, там, со вторым нюком, со вторым щитом, это очень больно. Ну да, да, кстати говоря, видимо, очень даже неплохо. Такое можно исполнить, может быть, IG как раз кинает на рассчитывать, раз пик начали именно с таких героев. Пока добирает теперь ничто париж, на что, в принципе, тоже должно усилить линии, только линию другую, уже скорее всего, легкую. На харде все более-менее понятно, пока с легкой измедлением не совсем все ясно. А Винкс добирается идти саппром. Ну, вот так вот. Ну, вот теперь есть у них ярко выраженный инициатор, неплохой боец на стадии, там, начальных замесов 5 на 5. Пусть будет. Ну, и второй саппорт наверняка, все такие милишные саппорты вроде забанины, зомби в бане, таск в бане, паунти-хантера тоже нету. Ну, второго рейджа, наверное, заберут. Это офф-линия? Тум. Может быть, керри будет? А может и нет, может опять так же сыграют, как играли товарищи из ЛГД с бисмастером керри, быстрее третьей некра и вперед-вперед. Ну, вот здесь, казалось бы, нет такой яркой цели, которую можно прямо вот вкусить через третий некра и мекон и так далее. Сам по себе Prime Aurora, в принципе, неплохое, но это можно использовать как оффлейн, а раскачать больше Дума. Ну, Дум, да, он очень хорошо смотрится здесь на керри, потому что он как раз может есть крипов, в которых висит Овеншелл Дарксера. Вот, и в принципе, ему много там КП не будет снимать ничего. Ну, да, как вариант. Как вариант, как вариант. Ну, что ж, в Феррари. В Феррари надо обдумывать мид героя какого-то для себя, получается, для Феррари. И еще взять какого-то керри. Ой, 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 ой. А вот тебе и керри. А может, и керри, может, для себя он взял как раз эту персоналу. Туалет такой получается довольно. Ну, я вот не вижу, как в драке выиграют именно этот гейминг. Да, у них по канку там может получиться, там прилетает ульта аппарата, там Клинкс быстро какого-то забирает. Там Найсталкер с Дарксером что-то могут делать вначале, там побегать под этими щитами. При преимуществе тоже там могут нормально додавить за сноуболись. Но в драке, ну, просто этот Клинкс только выходит из инвиза, сразу получает в лицо ульту Бесмастера и игра на этом заканчивается. Так не то, что, понимаешь, ну, окей, в драке-то вот более поздние драки, если Бесмастер таки будет одним из коров, наверняка здесь будет одним из коров, там будет просто третий некрономикон. Я не знаю, что будет делать Клинкс. Ну да, третий некра еще, это же жесть вообще. Бесмастер, как бы, вот, это считается контр-пик против Клинкса. Клинкса добирают после Бесмастера. Вот это у меня немножко в голове не укладывается. Как вот так вот к этому пришел Феррари. К такому умозаключению, что здесь нужен конкретно Клинкс. Я просто даже без понятия, кого в мид-то доставить. Вот под эту стратегию, под внезапность, да? То есть, ну, внезапно должны быть IG, доминировать на линиях должны. Да, причем SF опять же играть за Рейдингс. Не знаю, как только SF за Рейдингс отдавать, это, мне кажется, ошибка полнейшая. С думом, тем более. Ну, хорошо, если вот есть такая задача загнобить линии, тогда, может быть, есть вариант поставить Клинкс и Мстопоришн на нижнюю линию. Туда же Найт Сталкера, кровом еще убегающего, Дорсир на топ и в мид кого-то пожестче. А, вот еще милишник руковой забыл, Суппорт второй. Это вообще тоже жесткий персонаж. Не, нельзя так ставить. Убьют аппарату и убьют Клинкса. Это не бойцы. Просто, когда на кого-то побежит, и дум под землей, дезраптор, если кто-то попытается убежать, просто возвращает и все, я добиваюсь рук. Ну да, да. Тут, конечно, тяжеловато так будет. Хорошо, не вариант. Может быть, тогда это Клинкс вообще на соло топ, стоять против Бестмастера какого-то? Вот так вот плюс-минус... Не, ну, скорее всего, топлы будут. Дорсир со Сталкером, аппарат с Клинксом, и вот сейчас я радю тебя в мидл-героя какого-то. Ну, это слишком дефолтно как-то. Не знаю, мне вообще не нравится пик-инвесис гейминг. Ну, просто против них такая мощь играет. Рейс заклинания работает против бэк-бэйса, даже Клинкс как-то там расфармится в начале, просто потом драться не может. На него либо Doom, либо Roar, либо Spiritbreaker ульту свою. Ну, а все, а драться больше нечем. Сталкер будет там попытаться бегать, что-то нюки свои раскидывать. Да нет, он не сможет так драться. Ему нужно нюки, ну что, с рук бить? С рук тут не подерешься. Мег, наверное, сейф точно будет. Все отхилит. Если аппарат нормально там не кинь свою льту. Тарксир, ну, тоже ему артефакты нужны какие-то, чтобы стенку-стяжку сделать. Ох, нет, тут все. Как мне Doom? Тут, гост, ну, я не знаю, как-то может так распик вести. Ну, у тебя Ember Spirit, ну, у него просто Doom накидывается, и Disruptor его очень хорошо контрит. Ну, тут все, ну, знаю, Doom, контрит Ember Spirit, Beastmaster, контрит Ember Spirit, Disruptor, контрит Ember Spirit, Спиритбрейкер и тотембер спирита контрит. Да, это вообще жесть. Я не знаю, на что они ставку делают свою, но если они не выигрывают начало, прям в салат, чтобы прям загнобить, за сноуболить и вырваться там по левелам, поэтому очень далеко вперед, то я вообще не вижу, как здесь IG выигрывают. Динкс сказал, главное просто не нафейлить, а стоять спокойно в дефе и получать свои там левела и артефакты. Там буквально 15 минут, и все, игра на этом должна быть закончена уже. Ну да, первый же файт 5 на 5, в принципе, все расставят на свои места, когда будут левела удиться. Ну, хорошо, но может быть, IG сейчас суперкруто исполнит, прям вот с первых минут начнут доминировать. Пик просто на исполнение, и исполнять надо так, что, я не знаю, то, что они в первой игре творили, я что-то не верю, что они могут исполнить только во второй. Ну да, тоже не верится. Ну, посмотрим, посмотрим. Ладно, так, давайте быстренько про Динкс, пройдемся, Шадоу на Туме, будет Айсайз на Спирит Брекере, Энонсон будет играть на Дисрапторе, как вы правили, Инносенс там играет на Дисрапторе, и китайский иероглиф на Шадоу Финди, ну и сложно отправляется Фейв Бьян на Бистмастере. Ну и ребята из IGXC на... Вот, все-таки на топ на Клинкс я побежал с сапогом. Это будет соло Клинкс, что ли. Подожди, а как остальные линии, Супер Аппарат, King Jay Offlane Darkseer по идее должен быть, Ferrari Midtember Spirit, на Сложный Чувань Найт Сталкере пока. Ну это реально Клинкстоп, что ли? Ну, походу, с сапогом. Нет, то, что Кси творил, ну Луа творил на Бродмазера, я вообще не верю в ее Клинкса. Просто не верю, что он как-то выйдет, прям жесткий, всех развалит. Исполнители не те. Ну, может, первую карту просто не проснулись, а сейчас вот настоящие IG, эти олдскулы, динозавры, тот и дракомник покажет, как надо катать тот. Ну, смотри, уже Челлинг Тач повесили, Айн Шелл Сверх, конечно, хоть и таких бойцов воевать не хочется. Spirit Breaker 100 решил повоевать, и руну не отжал. Он забирает Ferrari, с другой стороны забирает у нас Бестмастер. Луа стояла на руне, просто вот на руне, где должна руна появиться, и у нее все равно Бестмастер отжал эту руну. Не прокликал. Не домикрил. Уже, уже сдался. Окей. Так, ну, на линиях плюс-минус мы там угадали, что будет происходить. Это все-таки, да, на топе будет Клинкс, при поддержке Энштопаришина. А вот, действительно, тот план, который ты рассказывал, то есть Дарксир через лес, и дать сталкер, который на оффлейне получает экспириенс. О, слушай, сейчас убьют еще. Ой-ой-ой, точка последняя осталась делать, и не догоняет Ferrari. Моуспит А10 было больше, но потом воролезть не стал. И 24 китах выживает. А здесь раптор. Довольно опасно это было. Опасенько было, да. Ну, нормально будет жить. Он ТП-шку себе приобрел, сейчас просто суицидится. Лучше б стак, наверное, сделал. Лучше б стак сделал, потом он суицидился. Ну что ж, что-то дистратор. И в итоге, просто возродится с фулл-хп, с фулл-мп и куда-то на линию пойдет. Ну что, у бисмастера, в принципе, здесь должна быть довольно комфортная линия. Да, Клинк стоит, да, он там, может, какие-то Сиринг-Аэрос раскидывает, но это, в принципе, не так сложно. У биста там неплохой запас брони, еще точки есть. И он будет крипов своих добивать так же. Еще и люди подпушивают. И если что, конечно, нужно опасаться аппарата, я думаю. Теперь у меня игра висит. У меня тоже висит. У меня, ну да, такая пошаговая стратегия начинается. Даже что-то не перезаходит. Ну вот, народ меня сейчас будет очень сильно вайнить, за то, что лагает, ребят. Но я, опять же, возьму смелости и просто перезайду в Steam. Мне в прошлый раз это помогло. Да. Я быстро стараюсь это сделать сейчас. Походу, мне придется то же самое сделать. Ну, сами понимаете, дорогие друзья, тем, кто не был на китайской трансляции, я расскажу вновь, что это китайский сервер, на котором у нас в СНГ стримеров лагает. Вы, если будете смотреть ДТВ, у вас ноги тоже будут лагать. С этим ничего не поделать. Это лечится только временем или перезаходом каким-то. Кстати, вот не совсем понимаю, почему именно перезаход помогает. Да, Steam непонятен вообще. Как это работает вообще? Так. Ну и, соответственно, камеру об серверскую мы тоже перекинуть друг на друга не можем. Не наланят с Йогой. Так что... Приходится, приходится смотреть не полностью, скажу. Я тоже перезахожу. У меня так же абсолютно. У меня экран зависит просто. Зафризило. Тем более. И я перезашел и не отпускает. Все равно? Не помогло? Неа. У меня просто висит. Ну, экран залип на одном месте и все. Вот сейчас. Жестким у меня слайдшоу идет. Я тебе могу рассказывать. 2-0. 3-0. Я думал, ты уже исход по картам сказал. Неа. Просто у меня килл, слайдшоу, килл. Так. Ну, вот я пытаюсь переподизвиниться. Сейчас. 4-0. У меня реально идет лаг и... Прибавляйте цифрыки в графе киллы у команды Винкс. Ну, можно обсервить игру вот и как раз таки по такому параметру, только на основе киллов. Вроде отлипло нормально. Все. Вроде прошло. Так. Ну, я вернулся. Вроде тут тоже все замечательно. Ладно. Хорошо. 4-0. Значит, Винксы где-то уже наказали пару раз. Такие... Да вот, буквально за 30 секунд произошли 3 фрага. Убили таблой снизу. Сталкера с... Вот как это сейчас произошло. Убили. И сейчас Чуани можно подцепить, кстати говоря, тоже. Его... Возвратки не было. Маны нет на возвратке. Но его очень сильно подцепили. Он только ТП снился на пушку, на Тауэр. И моментально ему сняли все ХП. Шит хэппенс. Бывает. 5-0. Ну что, молодцы Винксы. Ни секундочку не стоят на месте. Наказывают противника. Дважды наказали Кинг-Джея, оффлейнера. Который, кстати говоря, и предыдущую карту провел с счетом 0.7. К этой своей статье идет, скажем так. Уже 0.2. И вот попытка в миде подцепить СФ. СФ с ботлом уже. Феррари там шел. Шел хорошо. Вот бафом от аппарата. СФ держался очень аккуратно. Внизу опять на Чуаня выход. И прям уже по тушку, по Тауэр загоняют. И... Чуаня. Чуаня. Давай, давай, живи. Живи. Слушай, неплохо живет, катит, мансует. Правда, там СФ каким-то образом в соло убивает имберспирта. Что вообще происходит? Я не знаю. У меня лаги продолжаются. Да, у меня тоже. Я просто понять не могу, как СФ мог имберспирта фулл хп с ботлом убить. Как такое случается? Ну вот, наконец-таки смогли Кинг Джей вместе с Найт Сталкером здесь под примятие товарища Тума. Он там зажался. Закончилась земля, его убили. Ну, хоть как-то. Хоть как-то там нашли противоядие, скажем так, против... И сверху сейчас будет выход. Так, заходит на Сенс. Видит Кси, видит Супера. Кси, чилинг тачи на развороте. Дисраптор очень больно, но он живет 7 хп, остался стычка последнего аппарата. И неужели жив? Да, лоунный сфор жив. Капана заморозили еще. Разморозили капана. И да, даблкил тут будет. Скорее всего, никуда он не уйдет. Есть бот, он, слушай, открывается еще. Курьера хотел подгрызть. А я сейчас Сенюку должен умирать. Так, Чуан забирает его. Ну вот, получается, получается. Хоть как-то мстить, скажем так, ребятам. Задержу 7-4, не такой провальный счет уже. И еще, еще, Чуан продолжает. Так, заходит Эберспирит. Не успел с чинами своими, просто не подвязал. И в итоге потратил Феррари. Тут ремнантика вот две штуки. Ну, чуть отыгрались. Чуть феррари там. Ой, и хорошую руну Феррари находит регенерация. Как же удачно, да? Правда, конечно, Лидио он проиграл просто в салатину. Вот, посмотрите на крипстат СФ. 39 на 15 он идет. Эберспирит 16 на 2. Более чем двукратное преимущество СФа. Он и в соло Эмберспирит этого унижал. Какой-то китайский иероглиф просто уничтожает Феррари на миде. Феррари. В этом Китае столько задротов этих СФов, что там каждый второй, мне кажется, на СФ умеет играть. Так что вообще неудивительно, что так происходит. Ну, понимаешь, хорошо, умеет играть все, но и Феррари в том числе. Почему Феррари умирает? Так, вот СФ не самый хороший дал Shadow Race. Такие здесь... А с одной стороны инициировали, с другой стороны инициировали. У обеих команд инициация не прошла. И без сапога до сих пор, конечно. Бедняжка. Сейчас на какой-то Глимс его посадить, можно будет что-то разлить. Но будет Bottle. Ну, и СФ тем временем уже почти с ПТ. Там есть Белт, Сапог, Аквилы, Мэджек Фон, Bottle. Все замечательно. Седьмой, сейчас восьмой палочный. Ну что, будет какой-то Смок? Смоков нет. А, если Ассайд просто передал Даст... Ну, то есть Даст... А, если Ассайд у Даст передали, он побежал тупо наверх с перебежкой. Ой, ой, зря, 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 зря. Да, не пошел. Тысячу ХП бы не осилили. Ну, скорее. Ну, хотя Праймл Урор был, знаешь, была просветка под жутким замедленным Комбанчик не отпустил. На мит теории не нападают, убили Дисраптора, был Глимс, Эмбер Спирита. Вернули, он опять возвращается на Ремнант, но остался без МП полностью. Да, ИСФ с 10-ти стиками был, не самая лучшая идея на него нападать. Стопает ответка. Кинг-Джей я буду ловить на чарджи, Спирит Брекер сюда принесся, Кинг-Джей пытается уйти на Шадоу Рейзер. Восстанавливает его движение ИСФ. Приходит Чуань, в спину заходит, вводит, прописал. Я не должен ИСФ его бояться. Че-то как-то подменялся. Очень долго ТП с Дезераптором. Да, Боттл забудили. Все нормально. Все в порядке. 8-5. Так, ну вот смотрю я на топовые Нетфорсы, что три героя находятся на самом-самом верху. Ну и все-все, просто Школадзе чувствует, он на полтора тысячи обгоняет оффлейнеры команды. Даже не видела. Даже не оффлейнеры, он был на половину оффлейнера. У нас уперы теперь попали. Приходит Феррари, Феррари или Нантики опять тебе провязал, но Фейф отбьяд он должен уничтожить. Хотя Боттл есть. У него нету, но вот тут как-то не было, у него иллюзий. Чтоб дальше пойти, если бы Боттл Клинкса не было бы, спокойно уходил бы. Кабанчик там сделал свою работу грамотно. Да, подзамерил, плюс ко всему мы заряды на Боттле были. Ну вот действительно Лоу подстраховал в этом моменте и сделал килл. 1-1-2. Кстати говоря, для Клинкса тоже очень важный килл. Все-таки он где-то там подставлялся разок, не дособирает себе бабла. Пока только ПТ и Соларинг. Нужно больше денег. Нужно больше золота. Многострадальный Эмберспирит снова пытается как-то мешать СФу, но сейчас там уже ПТ и уже под 160 урона с руки. Как же больно Феррари. Не-не-не, тут очень трудно сейчас что-то сделать с СФом. С таким СФом. СФ сам, может, кого угодно тут сейчас. Под развалей, да. Посмотрим, в какой этом билд, как раз говоря, пойдет. Мы сегодня разных СФ видели. Первым артефактом спокопал Мег, спокопал Шадоблейд. Этот пока просто фанд. Ну и Дум. Дум у нас пока с нижней линии тоже особо никуда не уходит. Правильно делает. У него второй Детворс на карте. Покупает себе спокойненько Хэнд оф Медас, третий Деваур. Фармить он будет хорошо. Дистанции будет фармить лучше, чем кто-либо противника. Поэтому Трич Биг Дис Кей хорош. Знает свое дело, скажем так. Биг Ди Кей. Ну, это все равно произнесло. Это не получилось. Аккуратно обойти. Я назвал способность Андайм Ди Кей. А, да, Биг Ди Кей. Ну, точно, Большой Ди Кей. Все правильно. Так, что у нас там? Вот туда джи пошли втроем леса фармить. Замечательно. Ксия должен сейчас будет выгрызать Деспак там Криточка. Но в теории, так каких-то вот суппортов он может убивать. Ну, в частности, например, может Десаптера убить. За счет того, что у него сейчас урон с руки неплохой, плюс четвертый. Теренькая Рус. Смать окна топа и должны успевать. И должны ему Тавр раздавать. И убьют, убьют, убьют его. На ДПшке нету, тени может. Вот тут же был перехват. Сейчас будет иллюзия. Даже без иллюзии. Может было так быть. Да, разобрали. Залетел Феррари. Благополучно Тавр свой засейвили. Более того, его можно даже добить, донайть. Хороший килл от IG. Ну, вот они начинают наконец сокращать разрыв по фрагам. Всего лишь 2 килла теперь есть отрыв по Винксу. И нормализуется все на карте. Проиграют, конечно, по-прежнему там около трех с половиной тысяч монет, но... Какие-то положительные моменты теперь в игре IG мы видим. В этом случае не все так безнадежно. Не все. Опять играют, думая, с медасами. У тебя и так встроение медаса. Зачем тебе еще медаса? Больше фармить. Фармить туда не бывает много. Так, вот заходит. Хороший айсбаз залетел. Найтсталкер в спину. Там же Кси. И дисраптор дал кинетик. Это его не спасает, как, в общем-то, и дума тоже. Спасает, ничего. Отлично здесь ворвались айсжи. Да, хороший выход от Кникса. Сталк представил в засаде. И, конечно же, ультаппараты. Куда надо залетело. По твоим. На то, что нужно. Ответочка от Винксов. Да, да. Ответный смок-атака. Пошел уже пьян. Пошел айсайз. Вдвоем. Так, в чужой леса. Там Кинг Джей на сердце бегает. Ну, хочется, конечно, Эмбер Спирита подловить. Вот. Это самая цель. Приятная, вкусная, сладкая. Ну, кабанчик летает. Кинг Джей вид. Кинг Джей прожал Солу Ринг. Это, возможно, будет ошибка, да. Солу Ринг прожимать было нельзя, но зато Феррари. Он спасает таким образом на Эзер-страйк, а Феррари держит на месте. Моментально его пытались убить, но успевает уйти на свои ремнин. Буквально, то ли секунды. Хватил. Хватил. Вместо двух киллов сделали Винкс только один фраг. И СФ все-таки через Шадоу Бейд. Любят они эти ритмы. Смотрелись. И это не конец истории. Эх, Феррари, Феррари. Ну, опять на ремнанте пытается смотаться к Глимс. Обратно, вернись, пожалуйста. Опять улетает на ремнанте. Что ж такое-то. А вот Глимс был зря туда потрачен, получается. Ну да, сразу. Можно было просто поставить статик сторм. Да, можно было. Ну, не думаю, что там, наверное, успел он кинуть еще один ремнант. Это было бы слишком просто. Легких потей не ищем? Да, да, начнешь. Надо статик сторм попридержать. Ультимейджи, чертно, какого-то жалкого имберспирта тратить. Придержи свой статик сторм. Придержи свой статик сторм. Да, ну, имберспирта, что там, шестой надпор на карте. Блин, я смотрю на СФ, у СФ и семь. Триста денег. Оу, 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 оу. Какой же он, мажор. И смотри, стоит он вот здесь. Сейчас можно так встретить противника. Ну вот, первый замес как раз с самыми ультимейтами. Посмотрим, как оно все закончится. Ну, потер, два лезть не стали. Не стали. Ну, на развороте можно. Вот противник выходит. Шестмастер топориком встречает. Ой, Саленс пошел в никуда. И сразу же накрывает Кинг Джея статиком. Дум посадили. Кси. Феррари пытается уйти. Кого-то должны глипсовать, я думаю. Вот Кси будет так просто умирать. Он просто держит противника. Старается драться. Погибает. Феррари. Праймал Рор минус. Ну, в общем-то, Найт Сталкер тоже минус. Кабанчик не отпускает. Спиридбрекер Чарльз дает в живых. Остается только супер. Дал Айз Бласт. Этот Айз Бласт никому не убьет. В принципе, что требовалось доказать. В 5 на 5 они драться не могут. Ну, и сделали, неоткровенно говоря, очень плохо все. Даже попытались повоевать. Но что это такое? На иллюзию Дума развелись. Подставились. Ну, и понятное дело, что Клинкс получает Дум. Вообще, юзлист. Ничего полезного сделать не можно. Стрела не работает. Ничего не работает. Главный плюс этих стрел идет. 60 лишнего урона. Ну, откровенно говоря, на стадии драфта все это, в принципе, читалось. Серега об этом тоже говорил, что, ну, что вы взяли, ребят? Вас все здесь контрит. Праймал урор на одного, Дума другого. Все, два корт-героя выключены сразу, да? Как драться, как сейчас IG выживать, как им сейчас не упасть лозера, я не знаю. Но проигрывают, ну, проигрывают сейчас будут они очень много. Даже несмотря на то, что SF там погиб, в любом случае появляются айтемы, айтемы жесткие. Владмир появился уже после Медасу. Не забываем, что Медасу, да? В некрономиконы первые выходят потихонечку пьян SF. Был у него Shadow Plate. И еще полторы тысячи монет есть. Это при всем при том, хотя бы, что у IG вообще артефактов особо нет. Есть только Медалька. Поинкбостер и ручка. Да. Я чуть-чуть наделал сейчас. Какие-то пытаться смокганки на одного героя ловить. Но трудно это будет сделать, потому что Винкс все понимает и тупо вместе ходит. Да, и вот такой заход Порошана, который не читал с IG. Ну, во всяком случае, Вижна не было. И они даже не пытаются предположить о том, что может находиться противник там. Летает Ястреб, Ястреб дает Вижн, видит Феррари, видит Кинг-Дж. Хорошо контролит, Винкс держит карту. Халява, да, еще Варс сейчас на халяву бьет. Ну, Вартик, ребят. Ну, молодцы. АСФ пошел вперед. Пошел выискивать цель. А там уже должны быть какие-то глимсы. Да, глимсонули, вернули у нас. Это не конец. Да, Спиртбокия заходит дальше. Чарчи пошли. Феррари откидывает Серемнанта. Майсайз получает Саленс. Страшно. Сюджи, Думбл накинут на Эмбер Спирита. Праймал Рор кидается на Кинг-Джея. Незер Страйк ему отобивают. Минус два. Ну, вероломно просто накинулись. Дикари вот эти вот, Винкс. Да, просто чуть-чуть ультимейт. Прожали ультимейт, и все, ничего ты делать, сделать не можешь. Ну, как, получается, собрались, так и продолжают бить. Тир-2, так, Спиритбрекер на Чарыч уходит вообще. Другую линию отбивать. Ну, это был бы аппарат, сейчас можно было пытаться Спиритбрекера забрать. Потому что рядом Клинкс. Вот сюда в Айсбласт катает. Сейчас аппарат появляется, сразу же должен кидать Айсбласт. Ну, на нижнее лучше, на нижних крипов, когда соберутся все. Сейчас чуть-чуть затерпеться Айсбластом. Потому что явно, что на Тир-2 собираются. Ну да, не похоже на то, что Винкс остановится на достигнутом. Да не, а чем останавливаться. Айгис есть преимущество, есть тоже гигантское. Сейчас ультимейты все, у них прям не супер кулдауны, там, как у Энигмы, там, у Тейдхантера. Они довольно-таки быстро откручиваются. Там, по 75 секунд там ультимейты эти. Вот если что, Дум 100 секунд имеет, остальные, конечно, меньше намного. Залетает Феррари. И, ну, успели Десраптор быстро разложить Айсбласт. Думу, Думу, неприятно. Правда, погибает Эмперспирит. Реквием от СФ, но... Все лагает. Ничего не понятно. СФ еще есть Айгис, но в любом случае он. Он Сайленс там получил, да, реквием не дал, но он сурки разобрался. И это драко без ультимейтов было. Да. Ультимейты просто не открутились. Были бы ультимейты, в салат был бы вообще. А Спиритбрекер пошел вообще под СР-3. Кинг Джейл был. Все верно, а вот сейчас при заходе на хайграунд уже будут ультимативные способности. Ну, пойдут ли они, не хватает им как раз этого механизма. Нормально, романчики поразвали. Я думаю, сейчас вылечит вот эти 250 кп, которые у всех не хватает. Где-то я видел уже такой заход быстрый, когда минуте на 18 как раз что-то падает у тебя. Что-то падает, база горит. Чувань пришел, Дум получил, с Незерстрайка забрали Дарксира, Праймал Роры полетели. Феррари просто не выходит из баши от Айсайса. Есть колдфит, неприятно. Ну, зря, зря. Вот идут под фонтан, конечно. Ну, хотят они, хотят. Это же Айджи. А, ты смотри, Айсэф-то с Энджин Яшу купил на развороте. Феррари объясняет вообще, в чем конкретно. Феррари был неправ. Довольно ему по буквам так все рассказал. Просто уничтожил Эльдера. Который хотел там на развороте. Как это упает? 2 по 20. Честное слово, с Айджи реально что-то не так. Ну, пора менять, честное слово. Где менеджмент? Надо поговорить. Ну, все. То есть, Феррари, Чуанин, это два тренера. Значит, кого оставляем? Да, Феррари, я думаю, сам не одупляет уже ничего. Никого тут не надо оставлять, никаких тренеров. Тренера нужно приглашать со стороны. Тут вообще никто ничего не понимает. Все пугались. Да нет, ну, там с драфта начинаю видно было. Ну, что вы пекаете? Что первого, что во второй игре. Если они не понимают, как против играть, то, я думаю, в нажатии клавиш тоже беда будет. Ну, так действительно и получилось. Ну, вообще, абсолютно две какие-то непонятные катки от Айджи. Вот, как мне кажется, лучше бы они вообще Forfade, действительно, согласились, не играли в этих квалификациях, чем показать такое своим фанатам. А я думаю, фанатов у Чуани и Феррари много. Да, я думаю, в принципе, у Тега Айджи довольно-таки много фанатов, как бы, нет-нет чемпиона интернешнала. И так, да, нельзя играть. Лучше уйди в анактив и тренируйся. Когда будешь в форме, возвращайся. А так вот, играть какие-то там игры на StarLadder, отбираться и проигрывать, ну, я думаю, ни в какую калитку вообще. С такой игрой, да, никуда не квалифицируются, никуда не отберутся, это понятно. Ну, вот две такие карты. Первую пикал супер, на пикал так, что проиграли за 25 минут, вторую пикал Феррари проиграли за 18, ну, сами все видели, дорогие друзья. Да, Айджи лишь только пожелаем удачи, чтобы они собрались с духом, решили там какие-то кадровые перестановки, какие-то ротации в составе сделали и уже в определенном составе нам вновь радовали своими матчами. Ну, а...